Тарас, здравствуйте. Спасибо большое за свое время. И я, знаете, прежде всего, с чего хочу начать, планировал нашу беседу как некий анализ того, что случилось за год, как это принято. Но вот новость, которая немножко, ну не то чтобы удивила, но заставила задуматься, обратить на себя внимание. Итак, Лавров заявил о том, что Соединенные Штаты Америки, Министерство обороны страны, якобы пригрозило Кремлю, цитата, «обезглавливающим ударом». Ну, Лавров дал понять, что речь идет о физическом уничтожении Владимира Путина. Тарас, что это было? Такие разговоры, я думаю, как бы в публичное пространство вряд ли бы выносились просто так? Ну, украинцы в сети начали сразу шутить, чем мы можем помочь, что почем и так далее. Конечно же, если говорить это в сторону шутки, но я думаю, что это не шутка. Это не шутка. Разговор, скорее всего, о том, что, предупреждение, точнее, о том, что будет нанесен удар конкретно по Кремлю и конкретно обезглавлен Путин, разговоры такие ходили еще где-то полгода назад. Когда встал вопрос снова о ядерном шантаже, тогда американцы, ну, понятно, что, скорее всего, они, по неформальным каналам предупредили, что любые попытки удара по НАТО, либо по другим объектам, в первую очередь, на территории НАТО, будут иметь последствия. То есть никто ядерную войну начинять не собирается, но возможности точечного удара, если вы примените тактическую ядерную ракету, то мы можем тоже применить тактическую ядерную ракету. Не конкретно по городам России, а конкретно по руководству, по руководству российскому руководству, непосредственно Путину. А это вот удар был психологический, потому что Путин надеялся, что он там отсидится в бункере, и что все у него будет хорошо, и он будет этим блефовать. А тут они нашли его слабую вещь. Путин все-таки не хочет умирать. Путин все-таки сиборит, он не хочет смерти. И это дало свой эффект. Более того, если я не ошибаюсь, где-то в марте-феврале, в китайской газете, которая издается в Гонконге, вышла очень интересная заметка. Где был проведен обзор технологий, которые позволяют уничтожать бункеры на большой глубине. И там была проведена ретроспектива, была проведена такая история исследования, насколько все-таки технологии шагнули вперед. И выяснилось, что бункеры на глубине 300-400 метров уже никого не спасут. И у США уже имеются технологии, которые позволяют уничтожать бункерные сооружения на глубине до 2000 метров. До 2000 метров. Ну, понятно, статья была написана в таком формате, она на английском языке можете найти. По-моему, South China Morning Post называлась. Как раз я ее читал, эту статью очень интересно занята. Ну, как все так системно было у китайцев. Ну, китайцы, конечно, себя сразу похвалили, сказали, что у них уже готовы такие бункеры. Они уже к этому готовы. У них уже до двух километров есть. Но на миг. Например, в России нет, что бункер Путина, который был построен еще в советское время с учетом тех технологий уничтожения бункеров, он составляет приблизительно 300-400 метров. То есть это был очень жирный намек. Вот еще в то время был очень жирный намек о том, что не спасет, не спасет. Американцы не боятся ядерной войны. Тем более, что, ну как ядерной войны не боятся? Понятно, что никто не хочет ядерной войны. Но они уже провели подготовительную работу. С 2014 года они провели модернизацию собственного тактического ядерного вооружения. И перевели на подводные лодки как раз вот тактическое ядерное оружие небольшой мощности. Небольшой мощности, которая патрулирует постоянно вокруг берегов Российской Федерации. То есть заявления Лаврова имеют под собой почву, имеют под собой почву, имеет конкретный инструментарий воплощения, конкретное предупреждение. Но оно было не вчера, оно было как раз вот давно уже сделано. Скорее всего по официальным, ну неофициальным каналам скорее всего предупредили. Ну для этого у американца существует целый ряд генералов в отставке, как у них бывает. То, что у отставного генерала американского на языке, то у Пентагона на уме. То есть они как бы сами не могут сказать, но вот через таких вот людей они могут рассказать. Ну вот так как было, помните, с Беном Ходжесом, когда он красочно описал, поэтапно, четко, понятно по американцу, что будет, если Россия додумается применить ядерное оружие или тактическую или грязную бомбу на территории Украины. Он же четко сказал, а это подтвердил потом бывший глава ЦРУ Петреос. Ну как, что будет? Никто, конечно, ядерной войны не будет начинать, но последствия будут катастрофическими. То есть в течение суток будет уничтожен весь Черноморский флот Российской Федерации. Будут уничтожены все военные цели на территории Украины, российской, в том числе и не исключено на территории Белоруссии. То есть вот красочно, понятно, без каких-либо паники и так далее. Вы имеете в виду цели, которые на временно оккупированной части Украины? Да, да. То есть они предупредили, что полетят там агавки, полетит все, что еще Украине не дано, но есть в странах НАТО. Тем более, что с этого времени тоже очень много воды утекло. Смотрите, если первые предупреждения еще пошли весной, то сейчас уверенность западных стран выросла еще в разы. Особенно это случилось после того, как пошли первые утары по Крыму еще 9 августа, когда ничего Украине из-за этого не было. Помните, как Медведев писал после смены дилера очередные свои наркоманские статьи о том, что вот за Крым мы вас всех порвем. Потом это, кстати, затирал. Заметьте, это все заметили, что он затер этот вид. А это очень показательно было. Дальше пошли все больше и больше диверсий на территории, то, что они называют территорией России. Была знаменитая атака надводных дронов в скрепах-скреп в бухте Севастополя. Помните, когда СБУ никогда ничего не подтверждало, но повесило в Твиттере «Избовоуна тайм». И случайно сразу слили атаку надводных дронов. И судя по тому, что сейчас появляется все больше и больше свидетельств, это все-таки спецоперация была проведена. И чуть ли не впервые в мировой истории дроны такого класса напали на... Причем это украинская, скорее всего, разработка, когда дроны могут и всплывать, могут и в полупогруженном состоянии быть. Которые атаковали Черноморский флот, атаковали до такого ужаса, что Путин был вынужден просто оплевать своих адмиралов, когда стал требовать от Украины не трогать Черноморский флот. То есть от страны, которой пока еще нет флота, они просили не трогать, не бить сильно Черноморский флот. Ну, в общем, унижение за унижением. Дальше пошли удары, уже... Удары уже пошли по ядерной триаде российской. Это когда был первый прилет в Энгельс, аэродром. На днях был второй прилет. Судя по всему, был более серьезный еще. Это точно украинское оружие. Я вас уверяю, потому что, ну, никогда западные страны не передадут Украине оружие дальности больше, чем 300 километров. Ну, так построен мир, да. То есть если хочешь иметь дальнобойные ракеты, то их нужно строить самим. Тем более, что у Украины нет никаких ограничений на этот счет, да. Вот. А это вообще показало... Подождите, вы... Так у вас, ребята, ПВО отсутствуют. Вы не можете прокрыть фактически объекты одного из ядерных триад. Более того, вот эти самолеты, которые уничтожаются стратегической авиацией, их же проблема в том, что они же практически сейчас не производятся. Особенно Ту-22, вот этот вот «Белый лебедь», носитель, ракетоноситель, который еще в советское время выпускался. То есть фактически уничтожена часть ядерной триады. И понятно, что после этого, что произошло, все понимают в мире, что произошел полный обвал и эрозия российской армии. Они фактически беззащитны. И понятно, что сценарий, о котором заявил Лавров, он становится еще более реальным. Это уже не планка. Могут уже и, знаете, и в качестве превентивной меры куда-нибудь долбануть. И причем, я думаю, что Лавров еще подозревает, что, а может же это быть не западная ракета, а, например, украинская ракета. Этого тоже не исключено. А вопрос, а что вы сделаете? Вот что вы сделаете, если прилетит, например, украинская ракета в Кремль, предположим? Если у вас такое дырявое ПВО. Ну, в Москве, может быть, еще ПВО какое-то есть. Но судя по тому, что происходит, мы видим по отапкам украинских ракет на всем протяжении, вот, ну, например, тут же вот Саратовскую область говорит о том, что ПВО у вас между Москвой и Ростовом фактически нет. Вот, и понятно, что в Кремле начинают уже реально сильно переживать. А что будет, если Украина будет расширять зону диверсии на территории России? Беспилотники еще появятся дальностью до тысячи километров. А вот господин Малюк, наш глава СБУ, краевой генерал, честно признался, говорит, так мы будем работать и по территории России, в том числе диверсионные операции там будут. То есть это уже означает, что Украина вышла на уровень, уровень уже МОСАДА израильского, который уже способен осуществлять действия глубоко в тылу противника. Нет никакого страха. Есть уже технические возможности, в том числе, которые позволяют уничтожать инфраструктуру противника в тылу. И понятно, что это не добавляет никакого оптимизма кремлевской верхушке, особенно господину Лаврову. Потому что Лавров, как дипломат, тонко чувствует момент, понимает, что в случае, например, уничтожения Путина, он первый претендент не на спокойную пенсию где-нибудь в США, где его живут, кстати, в основном дети. Только недавно его выперли оттуда. А какой-нибудь, да, уютной, но камере в Гааге. Потому что, как бы, судьба Йохима фон Риббентропа, министра иностранных дел Нюрнберга, которого на Нюрнберге все-таки повесили, я думаю, маячит перед Гаагом. И он начинает вот уже высказывать вот эти вот страхи, пытаясь вызвать, наверное, какую-то симпатию, в первую очередь, у Китая. В надежде на то, что они как-то отреагируют, либо другие страны. Ну, я думаю, что эти страны никак реагировать не будут. Тем более, как я вам сказал в начале нашего разговора, китайцы, в принципе, к такому развитию событий уже готовы. И вот, кстати говоря, вот как видите, как замечательно, логично мы переходим. У меня был заготовлен следующий вопрос как раз про Китай. Вот скажите, пожалуйста, в эфире телеканала Фрида мы уже, конечно же, обсуждали визит господина Медведева в Китай, который, кстати говоря, насколько я помню, важный дипломатический момент. Это была встреча между главами партии. Там даже флага российского, по-моему, не было, но тем не менее. А вот с вами этот момент не обсуждали, и что хочу у вас спросить. Бытует мнение, что Медведев летел якобы даже с каким-то посланием от Путина. А все потому, что сам Владимир Путин теперь даже не то, что не рукопожатный, а не телефонно-разговорный для господина Синь Цзиньпиня. Скажите, пожалуйста, думаете, это такая легенда или реальная подоплека есть в этом? Какие отношения сейчас у Путина и Синь Цзиньпиня? Ну, смотрите, китайцы при всех своих недостатках, они, ну, как и во всем мире, они не любят проигравших. Ну, Путин для них уже отыгранная карта. Вот для них никто. Путиным, без Путиным свой кусок ресурсов России они получат. Это они прекрасно понимают. Зачем лишний раз драконе Соединенные Штаты Америки появлением себя в компании с Путиным, нарываться на новые санкции и так далее, если можно этого не делать. И, соответственно, никто, то есть они понимают, что это отыгранная карта, они понимают, что рано или поздно он уйдет. Россия сама по себе никуда не денется. И следующее руководство, которое придет после Путина, оно будет вынуждено отдавать все больше и больше ресурсов Китаю. Ну, и Китай, следуя старой конфуцианской, по-моему, еще притче, ждет, пока труп врага проплывет перед ними. То есть Китай вообще никуда не спешит. У них горизонт планирования приблизительно 500 лет. Это помните, я всегда в таких случаях, вспоминая, как Мао Цзэдуна как-то спросили, ну, чтобы понимать менталитет китайцев, они реально очень другие, они совершенно другая цивилизация. Мао Цзэдуна как-то спросили, скажите, товарищ Мао, как вы оцениваете последствия Французской Великой Революции? Для тех, кто не знает, напомню, это было в 1787 году еще, то есть о 20 веке его спрашивают. На что Мао Цзэдун сказал, а рано еще делать какие-то выводы. То есть у китайцев, вот как и у Востока, и как и у японцев, кстати, очень вот такой вот длинный горизонт планирования. А Китай чувствует себя вообще самодостаточной страной и цивилизацией, которой тысячи лет. Они вообще как-то так вот к этому относятся. Россиян они считают, они их игриво называют младшей сестрой уже давно, да. Они считают, что это белый варвар. Ну, они, в принципе, всем белыми варварами называют, нас с вами тоже. Но это такой вопрос, да. И, конечно же, никто не забыл о том, как Российская империя рвала тогда феодальный Китай в 19 веке, как у них забрали Дальний Восток, как у них забирали территории, Хабаровский край и так далее. То есть это все китайцы прекрасно помнят. Но не думаю, что сейчас этот вопрос будут решать именно в военном плане, да. Но в качестве получения доступа к ресурсам Дальнего Востока и Сибири они и так решают. Понятно, что Сен Цзиньпин не мог совсем отмежеваться сейчас от России. Они же проводят все равно такую публичную политику поддержки России, заявляя, что это злобная НАТО, воюют с Россией, не учли интересы. Ну и вот это вот российские нарративы, которые приятно слушать в Москве, которые частично совпадают с позиционированием Китая, но не соответствуют экономической политике, которую проводит Китай, которая сворачивает все-таки экономическое сотрудничество, несырьевое сотрудничество России, потому что они понимают, что так и Россия уже никуда не денется. И они будут использовать Россию в качестве своего прокси, такого вот тарана против мирового сообщества. Ну как Россия использовала ДНР, ЛНР, так же и будут использовать Россию теперь. А Китай не будут давать упасть, но не будут давать подняться. Используя своих интересов в качестве такого вот пугала, якобы они к этому не имеют никакого отношения. Тарас, скажите, пожалуйста, я предлагаю немножечко вернуться на аэродром Энгельс, что произошло там. Сегодня мы уже начали об этом говорить, буквально 5 минут назад, но тем не менее, хочу более детально у вас спросить. Как вы считаете, то, что случилось совсем недавно на Энгельсе, не меньше ли это удар для того же Путина, чем история с Крымским мостом? Поясню, что я имею в виду. Понятное дело, что это большой, прежде всего, символический был удар по Путину, когда случились взрывы на Крымском мосту. Но вот сейчас Энгельс. Насколько я понимаю, речь может идти уже такой об очень неприятной тенденции, что ли, для Российской Федерации. Как вы думаете, кремлевское руководство это понимает? Ведь, несмотря на всю преступность Путина, в его окружении есть люди, которые также, да, являются военными преступниками, но ведь они прикрывают ситуацию. Как вы думаете? Был шок. Опять же, как загадочно улыбаются наши СБУшники, никто не подтверждает, никто и не опровергает то, что это... То есть игра, гибридная война, а угадайте, где мы можем ударить, оказывается, может быть взаимная. И у вас, оказывается, тоже есть большие брежи. Крымский мост, как символично, имел, конечно, большое значение, как объект первой категории. Охранялся он как Кремль. Но это же не была часть ядерной триады. Это совершенно другой разговор. Речь идет вообще, как вы вообще можете, ядерные, стратегические бомбардировщики, которыми вы пугаете весь мир, в том числе. Ну, понятно, что значение стратегических бомбардировщиков в современной войне, даже ядерной доктрине, оно, конечно же, сильно упало. Почему? Вот они возят до сих пор, если вы обратили внимание, они до сих пор используют эти вот самолеты Ту-95. Это же модернизированный, это же фактически, откуда появился этот самолет, кто не знает предысторию, это же следующее поколение после Ту-4. А Ту-4, это полностью, полностью слизанный американский стратегический бомбардировщик Б-29, который, по своему несчастью, сел на территорию еще Советского Союза во время Второй мировой войны, и когда бомбардировал Японию, Япония ее там подбила, они были вынуждены во Владивостоке, на Приморском крае, садиться. Тогда Советский Союз не отдал самолет, но отдал летчика, они полностью скопировали его, потому что стратегических бомбардировщиков такого уровня у Советского Союза не было. Так вот, это все уже настолько безнадежно устарело, хотя бы по своим характеристикам, малозаметности, шумности. То есть, когда она взлетает, то весь мир, ядерный особенно, ядерный стран, они все знают, что эти самолеты взлетают, потому что современные методы обнаружения этих самолетов, они уже давно известны. И даже вот этот Ту-22, вот эти самолеты, которые более нового, пока они тоже не отвечают критериям малозаметности и так далее. Вот недавно была как раз, вот США продемонстрировали новый стратегический бомбардировщик, если вы видели. Ну, посмотрите просто на этот Ту-95, и это то, что у США стратегический бомбардировщик, то есть по технологии стелс, незаметности может носить и такое-такое оружие, но это просто как сравнивать космический корабль и тачанку еще в времен гражданской войны. Но оно как фетиш есть, что существует стратегическая авиация, и вот вы стратегическую авиацию не смогли защитить, это первое. Стал вопрос, что у вас вообще с ПВО, если оно еще вообще какое-то ПВО, это первый вопрос. Второй вопрос, что всех в шок побегло, это расстояние, то есть по прямой расстоянии 700 километров от украинской границы, то есть это говорит о том, что у Украины появились технологии, которые способны наносить удары вглубь России на расстояние тысячу километров. А может, а учитывая все-таки то, что технологическая база Украины есть, причем в других местах, это КБ «Луч», у нас две ракетные школы, и Южма, то не факт, что Украины уже нет и на 2000 километров. И это, конечно, дополнительный шок, потому что русские, конечно, идиоты, но умеют мерять линейку от границы, например, с Сумской области до Москвы, не умеют. Они обнаружили, что там расстояние значительно меньше, чем тысячи километров, и что потенциально под ударом может оказаться Москва в том числе, а кто защищать еще Москву будет. То есть это оказалось, что у Украины есть длинная рука, чего они всегда опасались. То есть убирается вот этот эффект небезнаказанности, то, что Залужный еще летом писал Забровским статью о том, что Украине необходимо оружие, которое не будет позволять русским себя чувствовать безнаказанными. А теперь оно появилось, теперь оно не появилось. То есть не исключено, кстати, что в первом случае русские не соврали, что это мог быть в действительности вот этот стриж, который производился на Харьковском инновационном заводе. Но тот был беспилотник, он больше использовался как учебная цель, чтобы в него стреляли самолеты, либо какую-то разведывательную цель. Но не исключено, что все-таки была проведена модернизация на украинских заводах, поставлены новые двигатели и навешана взрывчаткой. И мы, по сути, получили ракеты, аналоги, если я не ошибаюсь, Х-101, которые россияне активно нас обстреливают. Второй, пока непонятно, чем обстреливали. Россияне признали, ну, россияне вообще не признали факт попадания, они же признали, что якобы что-то сбили. Но они очень загадочно молчали, а что таки сбили. Потому что в первом случае, скорее всего, обломки Ту-154, по-моему, или как-то Ту-4 назывался, они таки нашли и смогли идентифицировать, что это такое. А тут мы видим гробовое молчание. Так, а что такие все-таки сбили, да? И судя по тому, что, ну, пока не появились снимки, еще непонятно все-таки, по информации, которая есть, все-таки повредили какие-то самолеты. И вроде бы уничтожили диспетчерскую вышку. То есть это центр управления был уничтожен. Это значит, там находились старшие офицеры, какие-то командиры и так далее. То есть, опять же, снова-снова смотрим расстояние, 700 километров, второй прилет. Самая пикантная, кстати, информация, оказывается, это еще был в день российского ПВО 26 числа, в день российского ПВО. То есть, украинский ироничный юмор тоже, мы тоже умеем играть с сакральной датой, да, с соответствующим черным юмором для Российской Федерации. Это, конечно же, я думаю, что не оставляет ни у кого никаких сомнений у российского руководства, что война проиграна, проиграна. Ну, может, у Путина еще какая-то там надежда остается. Но я думаю, что военное руководство России все прекрасно понимает. Вот. И Россия уже переходит в период постпутинской России. То есть, уже вопрос стоит не о выигрыше в войне, а речь идем о том, как использовать проигрыш в войне во внутренней борьбе за власть в середине самой страны. А власть в России это всегда деньги большие, огромное количество некачественно оформленной собственности. олигархи в России существуют чисто номинально. Там, кто при власти, тот дает возможность пользоваться активами. Поэтому я думаю, что все-таки уже, не знаю, совсем какой-то идиот может еще верить, что Россия способна выиграть в этой войне. Раз. Ну, и напоследок. Наверное, с одной стороны простой вопрос, а с другой стороны сложный. Ну, очень интересует ваше мнение. Как вам кажется, 2023 год станет годом победы? Или придется еще подождать? Смотрите, все, вот тут вот уже все зависит во многом случае от нас. Почему я так говорю? Единственная страна в мире, которая заинтересована в скорейшем завершении войны, это является Украина. это означает, насколько мы сможем мобилизовать свой ресурс, началась ли перестройка на военную экономику, налажен ли массовый выпуск, в первую очередь, ракет, которые способны бить по противнику, тех же беспилотников массовых, тех же ВИХ, 2М, например, дальность 200 километров и так далее, Гром-1, Гром-2 и так далее. Это только зависит от нас, потому что, в принципе, Америки, ну, например, продолжение войны, они, в принципе, не страдают так от войны, например, как Европа. Европа больше заинтересована в прекращении войны, то есть нужно исходить из того, кому выгодно, исходить из интересов игроков, которые бы нам предоставляли больше ресурса для окончания войны. И поэтому в данном случае все зависит от Украины, извините меня. Мы должны понимать, что вот оружие, ну, сколько можно клянчить 300 километров от Экамса и так далее. Ну, вот, те же ВИЛХи, это же аналоги Хаймарсов, да, то есть организовано ли производство, например, под землей у нас массовое производство ВИЛХ, у нас же есть пусковые установки. То же самое касается дальнобойных ракет. Те же там, где там тысячи дроманов, камикадзе, которые готовы уничтожать на расстоянии тысячи километров инфраструктуру, военную инфраструктуру противника. Только это, только перенесенная массовая война на территории именно уже России, да, уничтожение их там, вот это только может приблизить и ускорить нашу победу и капитуляцию России. Потому что по экономическим параметрам, если посчитать, сколько у россиян осталось золото-валютных резервов, исходя из этих вещей, у них, в принципе, еще где-то до середины и до четвертого квартала у них еще ресурс денег есть, да, для того, чтобы поддерживать войну в таком-то любви. Но, опять же, пока у них есть мясо, которое они могут ссылать, да, можно смеяться над ними, можно не смеяться, но 200 тысяч человек, которые делают одновременно выстрел с автомата калашников, это 200 тысяч выстрелов, а это все равно гибель наших воинов, это наши траты, их все равно больше. Поэтому Украина должна выстраивать уже сейчас мощную военную инфраструктуру, которая и в будущем нас будет защищать, мы должны понимать, что мощное милитаризированное государство, это еще такие страны любят инвесторы, потому что в них можно вкладывать деньги, они способны защищать себя. Ну, я всегда привожу пример Израиля. Ну, конечно, что-то. Почему Intel и другие компании не боятся вкладывать деньги в Израиль, да, ну, там, например, завод микропроцессоров был построен еще в 70-е годы, это только война судного дня закончилась, чуть-чуть не уничтожила Израиль вообще, как государство, да, вот, это при том, что площадь Израиля, знаете, какая площадь Израиля, вот, не все не представляют масштабы Израиля, знаете, какая площадь Израиля, озвучьте, 22 тысячи квадратных километров, это как наша Львовская область, это наша Львовская область, вот такого вот размера государство Израиль, 20 процентов из которого это еще пустыня Нигеев, да, вот представляете себе масштабы страны, которая способна себя защитить таким образом, что инвесторы готовы туда вкладывать деньги. Поэтому мы должны понимать, исходить из того, что сейчас должны сделать зачатки мощнейшей военной промышленности, которая не зависит, при всем уважении к нашим западным партнерам, не зависит от их поставок, от их невософта, от их политических интриг, интересов и всякой другой ерунды, потому что это мы теряем людей, это мы теряем города, мы теряем самые ценные человеческие ресурсы, человеческий капитал, вот, и поэтому это в наших интересах, и в данном случае не клянчить, не ждать, а вот строить собственное вооружение, обеспечивать собственным производством, которое не будет зависеть ни от кого, и в будущем наше оружие должно быть, ВПК должен работать всегда на увеличение своей точности, мощности, потому что я не верю, что Россия после поражения в Украине раздается, как у нас, к сожалению, верят некоторые наивные люди, думая о том, что Россия это Советский Союз, и он исчезнет, я, к сожалению, в это не верю. Спасибо большое за обстоятельнейшую беседу, было очень интересно, скоро увидимся в следующий раз, и команда неприсоединения продолжает отвечание на телеканале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok